Вчера в Краснодаре прошла встречать эту программу. Многие девушки пришли, и мы провели тура в новом храме. Пришло много преданных, и мы осмотрели новый храм. Храм уже практически построен, но они еще нужны, я бы сказал, что мы получили больше денег, чтобы закончить целый храм. Требуется много финансовых средств для того, чтобы полностью завершить этот проект. Таким образом, они смогут закончить целый храм как быстро, и мы надеемся, что этот храм будет построен до конца как можно раньше, ради удовлетворения всех преданных, а самое главное ради удовлетворения божеств. Божества уже есть, и даже известно, как их зовут. Когда храм будет готов, состоится церемония установления божества. Этот храм очень большой. Этот храм тоже большой, но там храмовая комната побольше, чем эта. Субтитры создавал DimaTorok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Reading from Sivad Bhagavatam, Canto 1, The Matter of Creation, Chapter 3. Krishna is the source of all incarnations, text number 40. Читаем первую песню Шримад Bhagavatam, которая называется Творение, третью главу, под названием «Кришна – источник всех воплощений», сороковой текст. Идам Bhagavatam Nama Puranam Brahma Sammitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishithi Mishriyasaya Lokasya Danyam Swasti Ayanam Maha Danyam Swasti Ayanam Maha Идам Bhagavatam Nama Идам Bhagavatam Nama Уранам-брамасамхитам Утамаслока-чаритам Чакара-бхагавандриши Нирея-схая-лукасха Нирея-схая-лукасха Даньям свастяя-наммахат Пожалуйста Нирея-схая-лукасха Даньям свастяя-наммахат Уранам-бхагавандриши Нирея-схая-лукасха Даньям свастяя-наммахат Нирея-схая-лукасха Даньям свастяя-наммахат Уранам-бхагавандриши Нирея-схая-лукасха Даньям свастяя-наммахат Нирея-схая-лукасха Даньям свастяя-наммахат Нирея-схая-наммахат Нирея-схая-лукасха Даньям свастяя-наммахат Смариал, еще кто-нибудь? Матадис? Нирея-схая-наммахат 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 Пасовный перевод. Идам Дис. Бхагаватам. Книга повествующая о Личности Бога и Его чистых преданных. Бхагаватам. По имени. Дополняющие веды. Бхагаватам. Воплощение Господа Шри Кришны. Бхагаватам. 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 Воплощение Личности Бога. Риши. Сри Бьясаде. Шри Вьясаде. Нире Ясая. Шри Ясая. Ради наивысшего блага. Ради наивысшего блага. Лукасия. Бхагаватам. 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 Шри Прагапад. Шри Прагапад. Ки Джай. Литературный перевод и комментарий о Божественной Милости. Абхайчара Наравинды Бхагаватам. Это с вами Шри Прагапады. Шри Прагапады Ки Джай. Этот Шри Мад Бхагаватам является литературным воплощением Бога. Он составлен Шрилой Вьясадевой, воплощением Бога. Его цель нести высшее благо всем людям. Он совершенен и приносит удачу и блаженство. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Комментарий Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Об óшном роде ДимаTorzok у свобода Те, кто рассказывают Бхагаватам и особенно те, кто садятся на Бхиисасвам должны быть свободны от анартах потому что он так положено сображдаться Бхагагават человек Бхагават Потому что вод вод�� ожидается он будет олицетворять Собой Слово Бхагаван означает Господь, Бхагавата означает Личность не отличная у Господа. И мы пытаемся действовать на этом уровне и также говорится, что Шримад Бхагаватам существует для того, чтобы его обсуждали в обществе Парамахамса. То есть это необычная книга, говорится, что Шримад Бхагаватам можно без особого ущерба сжечь все книги мира в пепел. Но если это произойдет с Шримад Бхагаватам, то Шримад Бхагаватам будет нечем заменить. Шримад Бхагаватам был составлен Шривой Весадевой в пору его духовной зрелости. Шрива Весадева – литературное воплощение Верховного Господа. Он относится к категории джива татвы. Это означает он жива, он принадлежит к этой категории, но он уполномоченный джива. Мы тоже относимся к категории джива татвы. Шрива Весадева – это могущественное живое существо, уполномоченное Верховным Господом на то, чтобы составить Пураны, Итихасы и так далее. Он составил Веды, ведическое знание. И когда Нарадмуни, он встретил Бхасадеву, после компиляции всей этой литературы, Нарадмуни может увидеть, что Бхасадев он все равно не удовлетворен. Нарадмуни перешел к Весадеве и увидел, что тот, даже после того, как составил эти все Веды, так и оставался несчастным и неудовлетворенным. Нарадмуни не понял причину неудовлетворенности Весадевы, подобно опытному врачу, который по внешним симптомам способен определить, каким заболеванием болен пациент. Весадева к тому моменту уже составил Махабарату. Нарадмуни concluded that, yes, you have forgotten to explain or describe the narration, specifically to glorify the Supreme Personality of Godhead and his devotees, his pure devotees. Нарадмуни пришел к выводу. Весадева, ты забыл описать славу Верховного Господа, славу Его преданных и их деяния. Итак, в конце концов, Весадева написал Шримад Бхагаватам. And it says that this is the ripened fruit of Vedic literature. And especially even after being narrated by Shrila Sukadeva Goswami. It is already very, very sweet. But then, after Sukadeva Goswami described the narration of Shrila Bhagavatam to the dying emperor of the planet King Parikshit in seven days, become sweeter and sweeter. Шримад Бхагаватам и так сладкий, но в процессе того, как Шрила Шукадеva Goswami рассказывал Шримад Бхагаватам Махараджа Парикшиту, который готовился в течение семи дней оставить тело, этот Бхагаватам становился все слаще и слаще. Of course, Sukha means parrot. Shuka означает попугай. And she is the parrot of Shri Mati Radarani. And therefore, Sukha means parrot. So when the parrot tastes a very sweet fruit, after tasting the fruit, the fruit becomes more sweet. Shuka – это попугай, и сладкий плод, сладкий фрукт становится еще слаще после того, как попугай клюнул его, попробовал его своим клювом. Шримад Бхагаватам – это безупречная Пурана. Амала Пурана. It's like the Mayavadis, the impersonalists, they can translate the other parts of the Vedas and other Puranas, but they cannot touch Shri Mati Bhagavatam. Mayavadis, the impersonalists, могут сделать свои переводы других частей Vedas, различных Пуран и так далее, но они не могут коснуться Бхагаватапураны. Because in the Shri Mati Bhagavatam clearly described that the Supreme Lord is a person. Because in the Shri Mati Bhagavatam ясно говорится о том, что Верховный Господь – личность. So they cannot avoid to explain that the Supreme Lord, the Absolute Truth, is an impersonal. Таким образом, Mayavadis, не смогут, коснувшись Shri Mati Bhagavatam, не смогут дать им персональное толкование этой Пураны. And even the academicians, those who are scholars, they are very, very amazed how the Shri Mati Bhagavatam was composed by Shri Mati Bhagavatam. The way how the vocabulary, the grammars have been composed is exceptional. They cannot be compared to any other works of Shri Mati Bhagavatam. They are impressed by how how beautiful this text from a stylistic, grammatical point of view nothing like that to anyone else. It's like every verse is composed differently in different meters. and it says that it is very tightly composed, that it is so sweetly composed, that anyone who will read and study the Shri Mati Bhagavatam will become a pure devotee. especially in the tenth canto of the Shri Mati Bhagavatam. Especially in the tenth canto of the Shri Mati Bhagavatam. There are selected histories of great devotees who are in direct contact with the personality of Godhead. продолжаем читать комментарии. Он содержит избранные повествования о жизни великих преданных непосредственно общавшихся с личностью Бога. Yes. The Shri Mati Bhagavatam clearly described different devotees, pure devotees of the Supreme Lord who somehow the relationship in the mood of different rasas has been explained in the Shri Mati Bhagavatam with the Supreme Lord. The Shri Mati Bhagavatam описывают the relationship of the Shri Mati Bhagavatam The Shri Mati Bhagavatam how many devotees have heard that they have received the mercy of the Supreme Lord in the form that they are very dear with. Например, в Бхагаватам описывается, как 5-летний мальчик получил даршин Верховного Господа именно в том облике, который был ему дорог. Где еще мы можем прочитать такую замечательную историю? How many of what? Of those devotees, of those 5-year-old boys. То есть, сколько еще таких случаев, чтобы 5-летние дети могли преданными стать? Где еще мы такие случаи можем найти и обнаружить? Друху Махараджа, 5-летний мальчик. Речь идет о Друхе Махараджа, 5-летний мальчик. А тебе сколько лет? Сколько лет вашему сыну? 3. 6. О, 6. So, it's almost the same. Почти то же самое. Прадад Махарадж! Also, 5-year-old boy. Прадад Махарадж тоже был 5-летнего возраста. Правильно? But, even at that age, they have that special relationship with the Supreme Lord and was very nicely explained in the Шримад-Бхагаватан. Уже в этом возрасте у Проклады Махараджа были особенные отношения с Верховным Господом и в Шримад-Бхагаватан эта история описана очень замечательно. В самом раннем возрасте он осознал природу Верховной Абсолютной Истины. Друга Махарадж after having Даршан of the Supreme Lord where the main purpose why he was searching for the Supreme Lord is to have a kingdom better than his father. Друга Махарадж стремился встретиться с Верховным Господом для того, чтобы у него было царство больше, чем царство его отца. Друга Махарадж увидел Верховного Господа и сказал ему, что то, к чему я стремился, царство, к которому я стремился, подобно осколкам битого стекла, а встреча с тобой подобна алмазу, бриллианту, и теперь мне уже абсолютно неинтересно стремиться обрести это царство. Единственное, чего я хочу это общаться с тобой, о мой Господь. Same with Пралад Мараз, also a mere five-year-old boy, but then is so pure that he's always remembering Lord Krishna. Прахвада Махарадж тоже был пяти лет от рода, но уже помнил Господа Кришну, такой он был чистый. He is being punished by his father, the king of demons, and he cannot be harmed. Царь демонов пытался, царь демонов, его отец пытался его наказать, причинить ему вред, но никто не мог ему навредить. So these are just a couple of examples, but in the Shrima Bhagavatam also is full of prayers. Shrima Bhagavatam полон молитв, и вот эти две истории это лишь пара примеров того, какие описания содержатся в Bhagavatam. All the names mentioned in the Shrima Bhagavatam are all pure devotees of the Supreme Lord. Shrima Bhagavatam переводится только имена чистых преданных. Somehow or other for some time they may have been covered up by material energy or man or more like yogamaya not material energy because pure devotees cannot be covered up by Mahamaya. Хотя скорее всего их покрывают все-таки yogamaya, то есть духовная энергия Господа, потому что материальная энергия Господа Mahamaya покрыть их не может. Temporarily they've been covered up but then they realize their position. И вот временно они находятся в этом покрытом состоянии, а потом в конце концов осознают свое положение. Шримад Бхагаватам says that here in the earthly planet we have 18,000 slokas of Шримад Бхагаватам. Говорится, что здесь на планете Земля Шримад Бхагаватам представлен в объеме 18,000 швову. Швову. А на райских планетах там, где живут полубоги Шримад Бхагаватам представлен в большем объеме. much more volumes and volumes of Шримад Бхагаватам which is being narrated happily and blissfully by the demigods. То есть много много домов Шримад Бхагаватам гораздо больше и полубоги радостно воспевают читают этот Бхагаватам. It says that anyone I will read furthermore anyone who wish to attain pure love of God then Бхагаватам is a book for them. Каждый кто хочет обрести чистую любовь к Богу должен читать Шримад Бхагаватам. It's like Sanatana Goswami also he wrote this Бхагаватам Бхагаватам which is like also compilation of history of Narada Muni going to different planetary systems and also this coward boy Gopakumar attaining his eternal swarut and meeting Lord Krishna ultimately also if one reads the Bhrhat Bhagavatam Vrita then one will attain pure devotional service. Bhat Bhat Bhagavatam Vrita be Nara Dhamuni путешествуют по разным планетным системам и также как Gopakumar обретает любовь к Богу и возвращается назад в вечную духовную обитель каждый кто будет читать Bhat Bhagavatam Vrita станет чистым преданным Шримад Бхагаватам — литературное воплощение Господа Шри Кришны, и потому не отличен от Него Самого. Шримад Бхагаватам не отличен от Господа Кришны, и говорится, что когда пять тысяч лет назад Господь Шри Кришна покинул планету, свернулся на землю, а не отличен от Господа Кришны. Своей лилы на планете Земля, взамен Господа Кришны явился Шримад Бхагаватам, подобный Солнцу. Век Кали говорится, что повсюду царит мрак. Но мы смотрим вокруг и видим, что тут совсем даже не темно, а светло. Мы можем здесь видеть Солнце. Можем видеть эти солнечные лучи, благодаря солнечному свету можем видеть, что вокруг нас находится. Когда мы говорим про тьму Кали-юги или мрак Кали-юги, имеется в виду, что живые существа, особенно те, которые находятся в человеческой форме жизни, пребывают в неведении относительно духовной жизни. И это один из признаков Кали-юги. Века тьмы. Люди ленивы. Не так, чтобы уж прямо ленивы в материальном отношении, потому что мы можем видеть, что материалисты тяжко трудятся. Можем видеть, что они трудятся день и ночь. Вы можете видеть, что они трудятся очень быстро, ездят туда-сюда в своих машинах. Как Прабхупада сказал в одной из своих классов, как в Мумбайе, люди, иногда они должны путешествовать 100-150 миль каждый день, чтобы идти к работе и вернуться. Шрива Прабхупада рассказывал, что жители Мумбая иногда вынуждены ехать 100-150 миль в один конец, до места своей работы, и потом столько же обратно. Почему же они так тяжко трудятся? Ради одной лишь единственной цели. Ради чувственных наслаждений. Они хотят наслаждать свои чувства. Это наше главное заболевание. Они busy materially, but then they are lazy. Манда. Манда. Means they are lazy for spiritual life. Итак, в материальном отношении они очень сильно заняты. Что касается духовной жизни, то они манда, очень ленивые. Ни малейшего желания духовной развиваться у них нет. Не хотят они отказываться от материальных богатств. Даже несмотря на то, что эти богатства причиняют им страдания. У каждого, кто воспользуется благом, которое можно получить от Шримад Бхагаватам, от чтения Шримад Бхагаватам и так далее, у каждого начнется настоящая жизнь. Мрак вокруг таких людей рассеется. И говорится, что поскольку век Кали, это такая эпоха, такой век, когда повсюду все покрыто мраком, то Шримад Бхагаватам сравнивают с солнцем, которое рассеивает этот мрак. Шримад Бхагаватам не отличен от Господа Кришны. Можно прочитать любое слово из Шримад Бхагаватам и благодаря этому осознать Кришну. Именно так и проявляется этот факт, что Шримад Бхагаватам это литературное воплощение Бога. То есть это книга Бхагаватам. Шримад Бхагаватам нужно поклоняться с тем же почтением, что и самому Господу. И действительно можно проводить арти книгам Бхагаватам. Как Шрила Бхагаватам держал в храмовой комнате печатный станок. Поскольку на этом печатном станке печатались книги, которые писал и переводил Бхагаватам Сарасвати, преданные проводили арти книгам Бхагаватам. Я расскажу не только о божествам в храмовой комнате, но и этому печатному станку. Говорится, что если в полнолуние месяца Бхагаватам подарить кому-нибудь Шримад Бхагаватам, а также держать книги Шримад Бхагаватам на золотом троне, то вернешься назад домой к Богу. Поэтому нам нужно очень бережно относиться к этим книгам, к Бхагаватам, к Бхагаватгите и к другим книгам, которые написал и перевел Шрила Пропада. Например, нам нельзя класть эти книги на пол. Также нельзя касаться набой этих книг. Нам нужно бережно относиться к Шримад Бхагаватам, потому что Шримад Бхагаватам не отличен от Господа Кришны. Нам нужно изучать Шримад Бхагаватам, но не для того, чтобы стать ученым. Мы изучаем Шримад Бхагаватам ради собственного очищения. Точно так же, как мы очищаемся, когда поклоняемся Божеству на лотере, поднося Ему Богу и проводя арати. И точно так же мы поклоняемся Шримад Бхагаватам, который не отличен от Господа Кришны, и это поклонение заключается в том, что мы Его изучаем ради собственного очищения. Может быть такое, что мы читаем Бхагаватам и нам не удается ничего запомнить, ко мне подходят, говорят, Махарадж, я читаю, и ничего в голове не остается. Но Шримад Бхагаватам мы читаем не для того, чтобы запомнить его. Когда мы читаем Бхагаватам, происходит наше непосредственное общение с Верховным Господом и происходит наше очищение. Верховный Господь счастлив, когда мы читаем историю о Нем и о Его чистых преданных. Чтение Шримад Бхагаватам является аскезой для ума. Потому что, когда мы читаем книгу, нам нужно быть сосредоточенными на том, что мы уже прочитали и на том, что мы читаем сейчас. Точно так же, как Святое Имя Господа неотлично от Господа. И мы воспеваем Святое Имя Господа ради собственного очищения и, в конечном счете, ради обретения любви к Богу. Но в то же время, когда воспеваем Святое Имя, нужно быть внимательными. Тогда это воспевание окажет на нас максимальное воздействие и очистит наше сердце. Таким образом, когда мы читаем Шримад Бхагаватам, когда мы изучаем Шримад Бхагаватам, мы должны начать с первой песни и потом идти от одной к другой последовательно. Это подобно тому, как мы проводим арати для божеств. Мы начинаем предложение этой упачары, этого светильника и так далее с 100 божеств. Например, мы предлагаем благовоние Божеству, и мы не предлагаем это благовоние сразу всему Божеству, обводя вокруг Божества, а мы начинаем предлагать лотосным стопам сначала, а потом всему Божеству. Таким образом, когда мы изучаем Шримад Бхагаватам, мы должны начать с первого канта, второго канта и третьего канта, потому что Бхагаватам сравнивают с Лордом Кришном. Тогда первое и второе канта сравнивают с Его лотоспитом, и мы продолжаем на разные части его тела. Точно так же, когда мы приступаем к слушанию и изучению Шримад Бхагаватам, нам нужно читать сначала первую песню Шримад Бхагаватам, потом вторую, третью и так далее, потому что эти песни Бхагаватам сравниваются с различными частями трансцендентного тела Верховного Господа. Первые две песни — это лотосные стопы Господа, и последующие песни Бхагаватам — это другие части тела, которые расположены выше. И так нужно последовательно изучать Шримад Бхагаватам, пока мы не доберемся до десятой песни Бхагаватам, которая олицетворяет улыбающийся лик Господа. Внимательно и терпеливо изучая Шримад Бхагаватам мы можем получить высшее благословение самого Господа. Конечно же, мы можем читать и изучать Шримад Бхагаватам самостоятельно, но если мы будем делать это под руководством чистого преданного, находящегося в цепи ученической преемственности, этот процесс будет идти легче и все будет гораздо понятнее. Когда мы слышим Шримад Бхагаватам из очистительных преданных очистительных эффектов, то есть, чем мы читаем Шримад Бхагаватам. Мы слушаем Бхагаватам, сходящий с уст чистых преданных, и благодаря этому этот очистительный эффект, это воздействие становится гораздо сильнее, чем если бы мы читали и изучали Бхагаватам самостоятельно. Шрива Прабхупада говорил, для того, чтобы прочитать и изучить все мои книги, потребуется 11 лет. И после того, как прошли эти 11 лет, и все книги Шрива Прабхупады прочитаны, нужно снова перечитывать все эти книги, написанные, и переведенные Шривой Прабхупадой и изданные в издательстве BBT. И весь момент, почему Шрива Прабхупада написал эти книги не ради распространения, и для того, чтобы просто их продавать, а для того, чтобы его ученики и последователи читали и изучали эти книги. And what is the purpose why he wrote all of these books? Зачем же он написал эти книги? Шрива Прабхупада сказал, в первую очередь эти книги написал, для того, чтобы нас же убедить в том, что нужно повторять Харе Кришна Маха Мантру. И это окончательный результат чтения и изучения книг Шрива Прабхупады. And when we chant the Holy Name of the Lord after being convinced to chant the Holy Name after reading Шрива Прабхупады, we continue reading Шрива Прабхупады, and we will relish more Шрива Прабхупады. Мы читаем книги Шрива Прабхупады, обретаем эту убежденность в том, что нужно повторять Святое Имя, повторяем Святое Имя с этой убежденностью, но в то же время одновременно продолжаем читать книги Шрива Прабхупады и становимся способными все больше и больше испытывать вкус от этого чтения. He says that along with chanting of the Hare Krishna Mahamantra, one should also read my books. Шрива Прабхупада говорил, нужно повторять Харе Кришна Махамантру и читать мои книги. Вот так оно все взаимосвязано, такой цикл формируется. Чем больше читаешь, тем больше хочется воспевать. Чем больше воспеваешь, тем больше хочется читать книги. Чем больше вкуса в воспевании, тем больше будет вкуса читать книги Шрива Павпады. И кто-нибудь может сказать мне, Махараш, никакого вкуса читать книги у меня нет. Как же решить эту проблему? Как обрести вкус читать Шримад Бхагаватам? Считается, что Шримад Бхагаватам очень сладостная литература. А человек говорит, никакого вообще вкуса не чувствую читать книги. И с воспеванием то же самое, никакого вкуса. Но Рупа Госвами говорит, что я желаю, чтобы я имели тысячи языков и тысячи ушей. Потому что это чонение священного имя Государства так нектарное. Но я не могу достаточно, чтобы иметь одну язык и две уши, чтобы чонить. Я желаю, чтобы иметь больше. А Шрива Рупа Госвами говорил, я хочу иметь тысячи языков и тысячи ушей для того, чтобы воспевать и слышать святое имя. Потому что святое имя настолько сладостное, что мне одного моего языка и одной пары моих ушей не хватает на то, чтобы в полной мере испытать эту сладость. А бывает так, что человек садится, с трудом вычитывает шестнадцать кругов, когда круги вычитаны, он кладет в мешочек на стол, и пока не наступил следующий день, и пока снова не надо повторять джапу, он этих четок даже не касается. Как workplace, уехала, была бы набора живущих 、「 шестнадцать кругом, который бы Lord, ble aribов! Уж продолжений, когда Вы поднять джапа неважно и幸уй в таких serveах с студией. И Шрива Парупада, изображая таких преданных, показывал, он правда четко изображал повторения Харе Кришна Махамантры, он раздвигал бусины на счетчике, и когда все 16 были сдвинуты, он клал джапу на стол, мешок с четками на стол, и говорил, все, круги вычитаны, теперь что хочу, то и буду делать, какой ерундой захочу страдать, то и буду страдать ерундой. И еще бывает, что на лекциях по Бхагаватам мы засыпаем, и читая Бхагаватам мы засыпаем. И на лекциях тоже спим, бывает такое. То есть получается, что лекция по Бхагаватам это хорошее средство против бессонницы. То есть бессонница это такая болезнь, когда нарушение сна, когда сложно спать. И вот существует такой совет, хочешь поспать, приходи на Бхагаватам. Но вообще-то не ожидается, что на лекциях по Бхагаватам спать надо. А иногда бывает так, что преданный проверяет сначала, кто лекцию по Бхагаватам дает, и если ему лектор нравится, то он приходит, а если не нравится, то не приходит. То есть иногда подходят и говорят, Прабху, кто сегодня лекцию по Бхагаватам читает? И потом такие говорят, ну ладно, этот мне как-то не очень, пойду займусь своими делами. А вот этот лектор хороший, сегодня приду. Но не надо быть такими. Главное не в том, кто лекцию по Бхагаватам читает, а важно то, что благодаря чтению и слушанию Бхагаватам очищается наше сердце, независимо от того, осознаем мы это или нет. Все мы сейчас проходим через очистительный процесс, возможно что кто-то из присутствующих уже достиг уровня полной чистоты, но большинство по-прежнему очищается. И сталкивается с трудностями в этом процессе. И для того, чтобы очиститься нам нужно воспользоваться всеми доступными средствами, всей помощью какая доступна. Для того, чтобы обрести духовный вкус нам нужно побуждать себя к духовной деятельности. Это означает, что нам нужно тщательно читать, изучать Бхагаватам и терпеливо слушать лекторов по Бхагавату. Это были разные этапы духовного развития. И прежде чем мы достигнем уровня ручи, то есть вкуса, нам нужно достиг уровня нишки, то есть стать устойчивыми в преданном служении. Как же нам стать устойчивыми? Для того, чтобы достичь этого уровня нишки, то есть устойчивости нам нужно заниматься Бхагаватам и служить, особенно служить Вайшнавам и проходить процесс анардханеврити, то есть очищать свое сердце от анардханеврити, всего нежелательного. То есть это очень научный процесс. Благодаря чему наша вера становится сильнее? Благодаря общению с преданными. Мы общаемся с ними, они нас занимают в преданном служении, это преданное служение очищает наше сердце, и в результате мы обретаем вкус. То есть сознание Кришны – это процесс очень научный. Нам нужно следовать этому процессу, этому пути, который провожили предшествующие ачарьи, пути обретения любви к Богу. Процесс простой, процесс естественный, потому что соответствует нашей природе. Но поскольку мы уже давно и основательно покрыты материальной обусловленностью, нам нужно постепенно и тщательно и искренне следовать этому процессу. И чем больше искренности будет в нашем следовании этому процессу, тем более легким мы будем этот процесс находить. Само по себе описание процесса простое, его практическое воплощение содержит в себе препятствия, трудности, потому что нам постоянно приходится бороться со своим умом. Проблема в том, что ум постоянно подкидывает нам посторонние мысли. Вместо того, чтобы сделать духовную жизнь нашим приоритетом, ум постоянно говорит нам «Джапу можешь почитать попозже». Книги можешь почитать потом, сейчас займись чем-нибудь другим. Круги дочитаешь в течение дня, вообще не проблема. А потом, по мере того, как наступает день, вечер и так далее, гуны материальной природы начинают действовать на нас все серьезнее и серьезнее. И майя начинает самыми различными способами и по-настоящему всерьез нас привлекать. И поэтому все сложнее и сложнее становится читать книги и воспевать Святое Имя. Гуны страсти и невежества начинают преобладать все сильнее и сильнее. И потом человек решает, ладно, почитаю круги завтра. И книги почитаю тоже завтра. «Наступает следующий день и повторяется та же история». Шрила Прабхупада говорил, что его ученики должны читать его книги минимум час-два в день. Кто из вас Бхагавадгиту каждый день читает? Руки, пожалуйста, поднимите. Очень хорошо. Или Шимад Бхагаватам, или Нектар Девочия, или Шри Шапанишат. Как мы считаем других книг, например, Бхагаватам, или Нектар Преданности, или Шри Шапанишат. Не так уж легко все это делать, потому что ум постоянно нас пытается держать в стороне от хорошей садханы. Но можно просто игнорировать ум и говорить, ладно, я тебя послушаю, но только потом, а сейчас я почитаю круги и почитаю книги Шрила Прабхупада. И вот скажите, пожалуйста, какой преданный именно был пример в том, чтобы именно так поступать? Кто так делал? Харидасу Такуру. Да, Харидасу Такуру. Харидасу Такуру. Харидасу Такуру. Когда Майя, personified Майя, она приезжала, чтобы аттраковать Харидасу Такуру. Чтобы послушать Харидасу Такуру. Харидасу Такуру сказал, «Да, нет проблем. Вы просто сидите там, я смогу совершить свои желания. Но давайте я закончил мою рампу сначала». Когда к Харидасу Токуру пришла олицетворённая Майя и предложила насладиться, Харидас Токуру сказал, да, хорошо, выполню все твои желания, только сядь, посиди, подожди, а я буду читать, повторять, воспевать Святое имя. Пришло три дня, и Майя попросилась к Харидасу Токуру, ученики. Майя предалась ему, сказала, я сдаюсь, буду вместе с тобой воспевать Святое имя. Точно так же нужно поступать со своим умом, который находится под влиянием Майи в настоящее время, нужно сказать ему, сядь, посиди, подожди, сейчас я буду воспевать Святое имя, буду читать книги Шрилы Крупады, ну и тебя послушаю, тоже потом как-нибудь. И тогда в какой-то момент ум скажет, ладно, забудь о том, что я тебе хотел сказать, буду воспевать Святое имя вместе с тобой. То есть суть процесса, которому мы следуем, заключается в том, чтобы натренировать свой ум, обучить свой ум, всегда помнить о Кришне и никогда о нем не забывать. Есть два процесса, слушание и воспевание, когда мы говорим про слушание, имеется в виду чтение книг. Особенно Шримад Бхагаватам. Потому что Шримад Бхагаватам это трансцендентная звуковая вибрация, неотличная от самого Верховного Господа Кришны. Продолжаем читать комментарии. Бог исполнит Света, Блаженства и Совершенства, таков же и Шримад Бхагаватам. Когда он говорит, что Света, Блаженства и Совершенства, то есть говорится про Света, Блаженства и Совершенства, и имеется в виду Господь Кришна. Верховный Господь, Его трансцендентное тело, полно Вечности, Знаний и Блаженства. А в этом мире ничего совершенного нет. Единственное совершенное в этом мире, это Святое Имя, Шримад Бхагаватам и Божества. А еще преданные и преданное служение. Чтение слух Шримад Бхагаватам может дать нам весь трансцендентный свет Верховного Бхагавана Шри Кришны, при том условии, что мы будем воспринимать его через прозрачную среду Духовного Учителя. Именно поэтому обычные люди не могут даже коснуться Бхагаватам. Даже величайший Санскритолог, если он не преданный, не может коснуться Бхагаватам, не может здесь заиграться. Такой человек не может дать Шримад Бхагаватам объяснение. Такой человек не может дать Шримад Бхагаватам объяснение. Конечно, есть четыре линии дисциплиной succession, как мы говорили на сегодняшний день. Это Бхагава, Матбагодия, Санкт-Пар-Дая, Шри Санкт-Пар-Дая, Рудра Санкт-Пар-Дая и Кумара Санкт-Пар-Дая. Тогда можно понять этот процесс и объяснить Шримад Бхагаватам. По-настоящему понять Шримад Бхагаватам и полноценно объяснить его, можно только преданный, принадлежащий к цепи ученической преемственности. И всего существуют четыре такие цепи или сампар-Дая. Это Бхамагаудия Вайшнавская сампар-Дая, Рудра сампар-Дая, Шри сампар-Дая и Кумара сампар-Дая. Таким образом, без получения его от Санкт-Пар-Дая или Бхамагаудия, не удастся испытать духовный вкус в процессе слушания Шримад Бхагаватам, если не получить это знание, это послание из уст чистого преданного, принадлежащего к цепи ученической преемственности. Сердце наше не очистится, если слушаем мы Бхагаватам не из уст истинного представителя Верховного Господа, то есть не из уст духовного учителя. Как в Индии, есть много профессиональных чтецов Бхагаватам. Некоторые из них являются истинными представителями, последователями чего-либо, но большинство таковыми не являются. Таким образом, когда ты идешь к Бриндавану, на дороге Чатикара, как раз ты послужишь на左, на главную дорогу к Агра, ты увидишь так много чтений. Когда идешь к Бриндавану, по главной дороге и поворачиваешь на дорогу Чатикара, это налево, то там много вывесок такой Бхагава, этакий Бхагава и все непрофессиональные чтецы Бхагавата. Они читают в течение семи дней Шриман Бхагаватам, и люди переходят, слушают, наслаждаются. Но вместо того, как они послушали этих профессиональных чтецов, у них по прошествии этих семи дней не очищение сердца происходит, а наоборот похоть и вожделение в сердце усиливаются. То есть у слушателей вместо очищения, наоборот, усиливаются материальные желания, и таким образом цель чтения и изучения Шриман Бхагаватам не достигается. Шриман Бхагаватам в связи с этим приводил пример. Он говорил, если змея своим жалом коснется молока, это молоко станет ядовитым. Да, молоко. 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 Молоко очень приятный вкусный напиток, особенно когда оно горячее, когда с куркумой, имбирем, медом, пробуешь и чувствуешь, что силы пришли, что освежился. Но если то же самое молоко попробует своим жалом змея, то берешь это молоко, пробуешь, тоже вкусно, но только умираешь потом. Молоко. 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 это и чувствуем свежесть, чувствуем очищение, осталось половина комментариев, сейчас мы его дочитаем. Шрила Сварупа Дамадара Гасвами, личный секретарь Господа Читания, советовал каждому, кто приходил к Господу в Пури, изучать Бхагаватам от личности Бхагаватам. Личность Бхагаватам – это истинный, осознавший себя духовный учитель, и только с Его помощью можно понять уроки Бхагаватам и достичь желаемого результата. Изучение Бхагаватам может принести то же благо, что и личное присутствие Бога. Он несет в себе все трансцендентные благословения Господа Шри Кришны, которые можно получить от личного общения с Ним самим. Если мы слушаем Шримад Бхагаватам из уст личности Бхагаваты, то тогда наступит такой день, что мы сможем увидеть Господа Кришну на страницах Бхагаватам. Наша цель состоит в том, чтобы он наступил такой день, когда мы получим даршан Господа Кришны и будем Ему служить. Точно так же, как когда мы повторяем Святое Имя Господа, в какой-то момент мы осознаем, что оно не отлично от Верховного Господа, и что в этом имени присутствуют Его качества, Его энергии и так далее. Точно так же мы обретем эту способность видеть Господа Кришну на каждой странице Бхагаватам, когда слушаем Бхагаватам из уст чистого преданного личности Бхагаваты. Мы читаем каждый день Шримад Бхагаватам, просто читаем, просто слушаем, и это непосредственное служение Верховному Господу, просто чтение, просто слушаем. When the Bhagаватам is being recited by pure devotee, and also the hearer, listeners are also bona fide, it is so relishable that Sukhadev Goswami, when he was reciting it, and Parikshit Maharaj was hearing very attentively, and he was inquiring very submissively, and so many sages, yogis, saintly personalities, hearing the Shrimad Bhagavatam for seven days, they did not move from that place. Когда Шримад Бхагаватам рассказывает истинный представитель Господа, и когда слушатель обладает всеми необходимыми, тоже обладает всеми необходимыми качествами, подобно тому, как это происходило между Шукадевой и Госвами и Махараджем Пайрикшитом, в присутствии многих мудрецов, и Махараджа Пайрикшит смиренно слушал, и смиренно задавал все вопросы, и мудрецы слушали внимательно. Когда происходит так, когда и тот, и другой, и слушатели, и рассказчики обладают всеми необходимыми качествами, оба испытывают величайший духовный вкус. Мудрецы, когда слушали это повествование, слушали, затаив дыхание, забыли о всех потребностях и не двигались с места. Никто не испытывал голода. Никто не думал, когда же Прасад. А что касается вас, я уверен, что вы уже хотите есть. То есть, следующее по программе это Прасад. И умы у вас, скорее всего, думают, когда же Махарадж закончит лекцию, уже хочется поесть. Правильно, да? Правильно, правильно. Окей, мы остановим здесь. Есть ли какие-нибудь вопросы? Есть ли какие-нибудь вопросы? Да, то есть, туда, поеду, поеду, поеду. С другой стороны, то есть, рассказали, что очень важно, кто рассказывает. И как правильно сочетать эти планомии. То есть, вопрос о практике, по-настоящему, по-настоящему. Как, как? Что? Как? Как? Шрила Прабхупада говорил, что если сидящий на Вьясасане просто повторяет то, что написано в книгах Шрилы Прабхупады, просто повторяет его слова, тогда происходит совершенная передача знания. Что касается меня, я уровня совершенства уж наверняка еще не достиг. Это я вам вручаюсь, что это так. Вот именно Нибай. То есть у меня сознание Кришна того же уровня, что у вас у всех, все мы начинающие. Я все еще по-прежнему пытаюсь освободиться от своих анартов. Но когда я сажусь здесь и рассказываю, то не хочу ничего придумывать. Я максимально стараюсь пересказать то, что слышал и добавить к этому свои случаи жизни и реализации, которые тоже не такие уж совершенные. Самое главное в этом процессе это искренность рассказчика. Это самое важное. Я не личность Бхагавата. Личностью Бхагавата можно назвать чистых преданных Пхагавата. Мы просто стараемся совершать свои попытки, максимально искренне, насколько можем. Шрила Пхагавата говорил, что преданный без духовного посвящения Бхагавата может сесть и читать лекцию по Бхагаватам. При условии, если он искренний, если он просто повторяет то, что слышал, и если у него есть сознание Кришны. Поэтому я сажусь здесь, рассказываю, но в большей степени это направлено на мое собственное очищение. Я надеюсь, что вы тоже очиститесь благодаря этому до какой-то степени. Но штука в том, что когда идет лекция, рассказчик, лектор очищается в большей степени, чем слушатели. В этом мое небольшое преимущество по отношению к вам, над вами. И я надеюсь, что все то, о чем мы говорим, дает вам некоторое вдохновение на то, чтобы слушать, воспевать и заниматься практическим преданным служением. Поэтому, кто сюда сядет и будет рассказывать Бхагаватам, не так уж важно. Т.е.tr Áсенциаля на том, что если человек, если如果 Сергей, Когда слушать, он не должен быть pure доводи, но вы получите дробь, дробь, дробь-лэти, 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 это дробь-лэти, 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 Рассказчик может и не быть чистым, преданным, но если он искренний, то тогда есть надежда на то, что какие-то капли или даже капельки нектара вы получите и сможете это применить в своей духовной жизни на практике? Шрифа Прабхупада говорил, что может быть преданный высочайшим, но он не может сидеть в нашем Бхасасане, чтобы говорить в Бхагаватах. Шрифа Прабхупада говорил, что может быть преданный высочайшего уровня, очень возвышенный, но принадлежащий к другой самбрадая. Он может быть ученый, он может быть сведущий, просвещенный, но когда он приходит в наш храм, он может получить Даршан Бхажеств, но сесть на нашу Бхасасану и читать Бхагаватам он не может. Очень много есть в Бхагаватам сведущих профессиональных членцов Бхагаватам, которые знают Бхагаватам вдоль и поперек и могут замечательно его объяснить. Но мы не приглашаем их в наш храм, Кришна Бхагаватам, чтобы говорить о Бхагаватах. Но в свой храм Кришна Бхагаватам, мы их не приглашаем. Но, конечно, если он сидит на Бхагаватам, то он должен проверить себя. Но, в основном, мы все равно имеем в виду, мы все равно имеем в виду, мы все равно имеем в виду, но если наш мечта, чтобы сидеть здесь, на Висасане и давать лекцию искренне, а искренне это означает, что я сажусь сюда просто для того, чтобы самостоятельно очиститься и рассказываю то, что знаю и ничего не придумываю, то тогда это совершенно. Очень редко личность Бхагавата встречается. Если мы примем решение, что будем слушать Бхагаватам только из уст личности Бхагаваты, то мы будем очень медленно очищаться. Нам потребуется на это очень много времени. Личность Бхагаваты – это чистый преданный, например, как Шрила Парупада. Если мы скажем, что буду дожидаться следующего Бхагаваты, следующей личности Бхагаваты, тогда буду слушать Бхагаватам из его уст, то может случиться так, что этого и не произойдет. И тогда мы не воспользуемся этой возможностью духовной развиваться в сознании Кришны. Чанакия Пандит сказал, что если в испражнениях увидел слиток золота, достать золото. Потому что золото – это золото. А знание – это знание. В то же время, да, конечно, не нужно слушать Бхагаватам из уст непреданных. Потому что это послание отравлено. Вы отравитесь. Спасибо. Еще вопросы? Ширение руки пробую. А как держать энтузиазм? Всегда будет энтузиазм. Всегда будет энтузиазм. Остревание. Ага. Практика. А что всегда будет энтузиазм? А что всегда будет энтузиазм? How can one remain enthusiastic in his spiritual life, in chanting holy names? Oh, very important question. Это очень важный вопрос. Million rubles question. Вопрос на миллион рублей. How you associate with those devotees who are enthusiastic? Надо общаться с вдохновленными преданными. See, how do you become inspired? You associate with those devotees who are also very inspiring. Откуда у нас берется вдохновение? Благодаря общению с преданными, которые уже вдохновлены. You take their association. Мы принимаем их общение. How do you take their association? Как принимать их общение? You try to serve them. Нужно стараться им служить. Because they have that enthusiasm. They have that shakti. So they will impart you those knowledge and enthusiasm and inspiration that you also become inspired and enthusiastic. Потому что у них есть вдохновение, есть shakti, то есть энергия, сила. И они могут поделиться этим с вами, могут поделиться энтузиазмом, могут поделиться знанием. И вы тоже тогда будете вдохновлены и заряжены. Can you give an example from the Bhagavata? What kind of example? Naradmuni. А, то есть вот пример из Бхагалатам, как одна личность вдохновилась у другой. Naradmuni вдохновился. Yes, Naradmuni had the opportunity to associate with the bhaktivedantas. Ему предоставилась возможность общаться с bhaktivedantami. Он им послужил. Он им послужил. Он кормил их просадом, он стирал их одеждой, наводил чистоту в комнатах, где они жили. И потом попросил у них разрешение принять остатки их вещей. И стал благодаря этому чисто преданным. Первый долг ученика в том, чтобы задавать вопросы. Задавать вопросы своему духовному учителю и возвышенным предам. Если вопросы не задаем, не получится быстро духовно расти. Тогда потребуется время. Развитие, конечно, будет. Потому что, конечно же, у каждого есть какие-то вопросы, сомнения. Когда общаемся с преданными, открываем им свой ум. И принимаем их советы. И обретаем вдохновение, подобно тому вдохновению, которое есть у них. И, согласно нектару наставлений Шрилы Упадышамрити, Шрила-рупа-гасвами, энтузиазм проявляется в том, что мы, используя свой разум в в поиске способов, как лучше служить Господу, как совершать преданное служение. То есть бывают такие преданные, которые носятся туда-сюда, заняты самым разным практическим преданным служением, и то делают, и это. Видели таких? Но в то же время, параллельно с этим, преданный допускает много ошибок в своем служении, оскорбляет преданных, критикует, хули, ругает, и при этом очень занят. Он так занят, что когда на него смотришь, голова начинает кружиться, как он быстро перемещается. И может показаться, что вот он передо мной, вдохновленный, преданный, надо получить его общение. А потом выясняется, что он взялся за одно служение, не довел его до конца, схватился за следующее, и так у него в итоге ничего до конца не доведено, и при этом параллельно с этим он критикует преданных вокруг. И что это? Энтузиазм называется? Экстернально, да. Better you associate with a devotee who is very carefully, meticulously trying to do his or her service properly, don't minding, don't not putting one's nose to another service. Have you heard of that before? То есть это, так сказать, внешний энтузиазм, а настоящий энтузиазм заключается в том, что преданный старается тщательно, аккуратно, качественно, как нужно, выполнять свое практическое служение, в чужие дела нос не суют. Существуют разные уровни общения с преданными, и когда общаешься с ними, нужно быть аккуратным. Точнее существуют разные уровни преданных, и вот в зависимости от уровня это общение строится по-разному. Также нужно выбирать с кем общаться, выбирать правильное общение с преданными. Существует преданное служение, совершаемое в разных гуннах материальной природы, то есть на разном уровне сознания. Для того, чтобы быть вдохновленными, нужно общаться с преданными, у которых энтузиазм настоящий. И об этом можно судить не по этой внешней активности, сверхактивности, а по их настроению, в котором они служат Верховному Господу. И Шрила Прабхупада говорил о том, что духовное развитие преданного определяется тем, каков его дух служения. Прочитаем вопрос из интернета. Почему проще праджалпой заниматься, чем о Кришне говорить? Правильно, есть такое. Это очень даже так. У нас есть склонность тратить впустую время на разные занятия, которые не так уж и важны цены. То есть речь идет о том, что мы тратим свое время в большей степени на мирские разговоры, а не на духовные. И это происходит из-за того, что мы обусловлены. Но это не означает, что дебюты скажут, что нет, 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 Прабхупада, это не имеет ничего, что связано с Кришной. Я только говорю о Кришне. Нет. Есть еще что-то, что мы должны быть практическими. Может быть, не имеет ничего, что связано с Кришной, но мы все равно говорим о Кришне, потому что это тоже важно. Мне нужно впадать в другую крайность, то есть говорить, что все, ни о чем больше, кроме как о Кришне говорить ни с кем не буду. Потому что надо быть практичными, надо говорить и непосредственно о Кришне, и также о различных практических моментах, связанных со служением, которые тоже важны. Можете ли вы привести пример того, какая бывает праджалпа и какие бывают вопросы практические, которые мы можем обсуждать, связанные со служением? Ну, то есть то, что не является напрямую в Кришна-кадхофе, а вот какие-то практические моменты. Да, то есть именно практические аспекты, приведите примеры практических аспектов, пожалуйста. Которые не являются праджалпами. То есть речь идет о таких вопросах, которые внешне могут показаться, может показаться что-то мерзкие разговоры, но на самом деле это не праджалпы. Какие дела? Как здоровье ваше? Как семья ваша, как папа, как мама. Это уже непосредственно скрипит. И предположим, что мама и папа не являются преданными, не практикуют сознание Кришны. Но все равно один преданный спрашивает другого, как родители, как их здоровье. Может показаться, что это никак не связано с бхакти, но в то же время эти вопросы мирскими не являются. Потому что эти вопросы к вам как к преданному имеют отношение. Вы дороги своим родителям, ваши родители дороги вам, поэтому вполне нормально, если кто-то из преданных спросит вас про них. Или, например, кто-нибудь спрашивает вас, в какой магазин идешь покупать что-то для Кришны? Где одежду детям покупаешь? Где покупаешь Бога? Где покупаешь Богу? Может показаться, что это мирские разговоры, но на самом деле это связано с Кришной, так что все нормально, и тогда преданный другому отвечает. Вот овощи, очень хорошие овощи можно купить там-то и там-то. То есть мы практичные люди. Они так, что, ой, нет, Прабуджи, это же про жалпу, ты не должен меня спрашивать в какой магазин я хожу. Это нехорошо. Или, да, 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 да. Или, допустим, вы проповедуете через интернет, и вас кто-нибудь спрашивает, подскажите веб-сайт в интернете, через который можно проповедовать, какой самый лучший, и вы подсказываете, это тоже нормально. То есть это не про жалпу. То есть это не про жалпу. Okay. All right. Now we stop here. На этом закончим. Okay. Jai. Thank you very much. Продолжение следует.